Беларусь в этом году сохраняет социальную направленность. Президент подписал закон о республиканском бюджете. Финансовый документ сверстан с учетом реалий. За основу взят базовый сценарий развития экономики. В Беларуси продолжается обсуждение проекта обновления Конституции. По всей стране проходят семинары, круглые столы, встречи представителей власти с жителями. Каждый может ознакомиться с текстом документа на национальном интернет-портале «Право.Бай». МЧС предупреждает об опасности из-за гололеда. В министерстве также обратили внимание. Повышаются риски возникновения аварий и получения различных травм из-за того, что и на дорогах, и на тротуарах стало скользко. Метеорологи сообщают, еще несколько недель погода будет сохраняться такой же неблагоприятной. Белпочта организует досрочную выплату пенсии за 7 января. Витебская, Брестская, Гродненская, Могилевской и Минской областях получить деньги можно будет с 5 числа. На православное Рождество будут функционировать только дежурные отделения. Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции. Данных о нем пока совсем мало. Изучение находится лишь на начальном этапе. Однако ученые уже опасаются, он может быть заразнее всех предыдущих. Неизвестный вариант COVID-19 выявили у туриста, который вернулся из Камеруна. Путешественник успел заразить как минимум 12 человек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...